В детстве, в школе, даже, наверное, в университете я не планировал прямо уж себя посещать вот этой вот сфере науки, научной. Все это было плавно, потому что, ну, допустим, на третьем-четвертом курсе нужны были деньги, я нигде дополнительно не подрабатывал. Была стипендия, понятно, но вот проявил свои какие-то навыки и предложили стать лаборантом. Фадис Мурзаханов никогда и подумать не мог о том, что будет работать в научной лаборатории. Сейчас в Институте физики он является младшим научным сотрудником. Параллельно с этим учится в аспирантуре Казанского федерального университета. Основной проект, которым занимается Фадис – исследование полупроводниковых кристаллов для создания квантовых компьютеров. Если вам интересно, чем занимаются ученые каждый день, приоткроем завесу тайны. Начинается их рабочий день в 8 утра. В стенах лаборатории они проводят эксперименты. Иногда это занимает час времени, иногда целую неделю. На основе полученных данных они пишут отчеты и научные работы. Такие дни, вот, к примеру, я не могу, конечно, прям так переключиться на что-то другое. Приходится вот здесь вот сидеть за компьютером и проводить эксперименты. Потом, когда уже эксперименты накапливаются, далее идет стадия их обработки. То есть мы анализируем, симулируем через специальные программы. То есть идет обработка информации. Фадис не скрывает. Один из главных стимулов продолжать работу – признание трудов научным сообществом. Интеллектуальный труд сильно перегружает. С выгоранием бороться приходится постоянно. Благо, команда регулярно посещает научные конференции в других городах. Есть время на передышку. Помимо этого, переключиться помогает и смена деятельности. У меня есть хобби. Я хожу, допустим, в спортзал, интересуюсь кинематографией, читаю книги. То есть пытаюсь и читаю литературу такую, не научную фантастику, а уж, допустим, какую-нибудь классическую литературу. Вот здесь тоже, ну и везде, конечно, важно переключаться, но в науке особенно. В своей жизни Фадис сохраняет баланс между рабочим и личным. Это разграничение также позволяет предотвратить перенасыщение наукой. Поэтому личной жизни работа никак не мешает. В плане личной жизни я еще не женат, но собираюсь и хотелось бы создать семью. Мечтаю о детях, воспитывать их. Тоже будут меня отвлекать от этой науки. В ближайшее время ученые планируют защитить кандидатскую диссертацию и получить степень. Заглядывая чуть дальше, Фадис хотел бы открыть лабораторию и создать свою команду. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин